Дорогие друзья, все, мы продолжаем. Переходим мы на новую главу. Новая глава у нас называется Титиса. Значит, когда дословно переводишься когда поднимешь, значит, но как бы переводят, когда посчитаешь. Ти... Сейчас, секундочку, ставлю на запись. Титиса, первый день. Значит, первый день Титиса. Запись. Начать запись. Запись пошла. Все. Значит, запись пошла. Всем шалом, шавуатов. Начинаем опять новую неделю. Все готовы. Сегодня очень, я вам скажу, очень... Первый день, очень длинный отрывок. Очень длинный отрывок, потому что ну, не знаю почему. То есть, иногда бывает отрывок короткий, иногда длинный. Сегодня очень длинный. Я большую часть сегодня не успею прочитать, а перейду к самому главному. Значит, начинается глава с того, что говорит Бог Мошер Абейну. Говорит Бог Мошер Абейну. Значит, когда посчитаешь ты, дословно, головы сынов Израиля по их подсчетам, да? Кудехим. Значит, и даст каждый человек кофр на вшо, искупление своей души для Бога. Когда будут их считать? Вело и е баэм негов. И не будет у вас, значит, эпидемии, да? Когда будут их считать? Непонятно вообще, да? Вообще непонятно. Вот если человек читает это без объяснений, особенно в переводе. Давайте посмотрим, как здесь это в переводе. Вот если кто получал, да, книжечку сегодняшнего дня. Сейчас смотрим в переводе. Так, почему-то не пришла книжечка. Ладно, давайте посмотрим. Вот у меня есть книжка на русском тоже перевод, другая. Сейчас посмотрим, как переводят. Это вот Тора с комментарием Рафшимшан Рафаэль Гирш. Это очень сильный комментарий, всем рекомендую. Значит, Рафшимшан Рафаэль Гирш. И вот глава Китиса. У него очень были интересные комментарии. Значит, он жил в Германии. И он был, ну, такой, как профессор, не профессор, но он был очень образованный человек по такому классическому образованию. И у него комментарии прям такие вот очень современные. Хотя он жил в 1850 году примерно, но очень они говорят современному человеку. Переводит такой. Бог сказал Муше, когда будешь подсчитывать за Новый Израиль, а по их исчислениям, они должны будут давать каждый выкуп за себя Богу, когда ты будешь исчислять их. И таким образом не будет дебели среди них, когда ты будешь исчислять их. Непонятно, почему, а почему у них должна быть дебель, когда их исчисляют? Вопрос? Вопрос. Значит, говорит нам устная Тора, что, значит, в Раши приводится такое вот интересное объяснение, что на тех, кого считают, на людях, есть Айнара, есть злой глаз. То есть, если кого-то посчитать, то это может привести этих людей к дебели. Непонятно, вообще непонятно. Есть другое место в Талмуде, в котором говорится, что благословение есть вещи, спрятанное от глаз. То есть, если вещь спрятана от глаз, там есть благословение. Если она посчитана, то там нет благословения. Значит, оказывается, есть такие духовные законы, которые логикой нам непонятны. Но здесь как раз об этом и говорилось, что нельзя было считать людей. Каждый человек подходил, клал, дальше написано, что они должны были класть. Это дадут все исчисляемые. Половину шетеля, шетель святой. И дальше говорится, нам непонятно, 20 ера, сколько его вес в серебре. И это будет трума возношения для Бога. То есть, они клали монетки, потом считали монетки, но не считали людей. И таким образом знали, и сколько людей, но при этом людей не считали. И вот эти монетки, половина шетеля, шли на приношение Богу. Значит, как работает этот закон, мы сейчас не будем туда уходить, разбираться. Но использовать его мы можем. Не обязательно понимать, как работает электричество, чтобы им пользоваться. То есть, в благословении есть столько вещей, спрятанных от глаз. Поэтому, когда меня спрашивают, вы сколько зарабатываете, да? Часто меня спрашивают, я же публично выступаю и так далее. Я говорю, вы знаете, как-то один еврей прилетел, прилетел в аэропорт, его погоничник спрашивает, вы откуда прибыли? Он говорит, какие прибыли? Никаких прибыли, одни убытки. Я не отвечаю на вопрос, сколько вы зарабатываете, именно по этому месту, да? Что в благословении есть вещи, спрятанный от глаз. Зачем тебе надо, сколько я зарабатываю? Мне от этого, что больше я стану зарабатывать, от того, что я скажу, сколько я зарабатываю? Нет. То есть, это если бы, я не знаю, если там какой-нибудь миллиардер меня спрашивает, вот я думаю сейчас дочку за твоего сына выдать замуж, но я вот не понимаю, сколько ты зарабатываешь. Может быть, у него есть какой-то интерес к этому вопросу. А просто человек меня спрашивает на тренинде, сколько вы зарабатываете? Сколько Бог дает, сколько зарабатываю. Значит, дальше. И пусть это будет, вот это приношение, пусть это будет трума для Бога, возношение для Всевышнего. Возношение, да, такое слово, что когда вы даете что-то на святость, да, то вы эти деньги возносите для Всевышнего. То есть, это очень важно. Когда ты даешь дзаку, кому-то помогаешь, в Аикре ты помогаешь, да, например, то ты, когда даешь эти деньги, у тебя должно быть намерение, что эти деньги возносятся к святости, да, то есть, ты вкладываешь, инвестируешь в увеличение святости в этом мире. Это называется трума, возношение для Бога. «Эашир ло ярбе» «Богатый не умножит», «Вэадаль ло ямит», «Абедный не уменьшит», «Мимахатсито шетель» «От половины этого шетеля», «Латет» это трума, «Дать труму Богу», «Дать возношение Богу», «Лихапэр аль навшатэхэм», «Выкупить за ваши души», да, то есть, одновременно трума является искуплением грехов, которые человек делал, и одновременно она поднимает, то есть, это такое двойное действие. Поэтому мы, кстати, здесь, видите, что Богатый, если бы не было вот этого указания в Тори, приходит Богатый, говорит, «Все, давайте, уходите все, я сейчас, я оплачиваю все жертвоприношения, все в храме, я оплачиваю, пусть мое будет». Ему говорят, «Нет, секундочку, пол шетеля может каждый дать, нам важно, чтобы все были равны в служении Всевышнему». Поэтому мы сделали на Ваикра, что нам помогает друг Ваикра 18 долларов, партнер Ваикра 100 долларов, и спонсор Ваикра 180 долларов в месяц. То есть, мы не делаем, чтобы кто-то один взял и забрал всю заслугу. Все делится на каждого в равных долях, хотя можно было бы сделать всего, значит, единую плату, да, но получается, если бы мы сделали 18 всего долларов, не хватило бы денег для того, чтобы распространять Тору. Поэтому мы сделали 18, 100, 180. Значит, как это выкупает души, здесь, в этом месте, больше всего продвинулась католическая церковь. Они начали продавать заранее индульденции. Индульденции, это они говорят, так, смотри, все равно что ты согрешишь. То есть, ты, значит, ты заранее покупай себе бумагу, и они, значит, начали продавать, в католической церкви, начали продавать, конкретно за каждый грех, есть там определенные суммы, то есть, они, когда крестоносцы в поход уходили, брали там на убийство, на изнасилование, на все они брали с собой индульденции, заранее как бы выкупали. Но это неправильно, так не работает. То есть, выкупить за, то, что написано, это будет искуплением за ваши души, не имеется в виду, что человек осознанно идет грешить, и он как бы выкупает себя. Такого нет. Это есть искупление за неосознанные грехи. Когда человек согрешил, например, он не знал, там, он что-то сделал, он не знал. И за такие грехи, да, действительно, душа очищается. И возьмешь ты деньги, вот эти вот искупления от сынов Израиля и дашь, значит, и дашь эти деньги на авудат ойн муэт, на служение в шатре откровения, и будет для сынов Израиля на воспоминания перед Богом, для того, чтобы искупать их души. Значит, и дальше идет объяснение, очень идет объяснение, как вот эту храмовую службу, ее сделать более, более такой правильной работающей. И тут интересная такая вещь, которая в свое время меня сильно удивила. Когда я первый раз это изучал, я когда с Торой столкнулся, вот был первый раз, Тору проходят каждый год заново. То же самое, проходит просто с разными комментариями, глубже, глубже. Вот я уже 23 года соблюдаю, 23 раза я читал эту главу. А прошлая глава Титиса, вот у меня сейчас был Йорцик моего отца, как раз он умер в шаббат, когда читали главу Титиса, значит, Титсове, Титсове предыдущая глава. Прямо у него на модели написано, что ушел, значит, в глава Титсове. Прикажи, да, Титсове, прошлая глава. Хорошо, значит, дальше написано так, и сделаешь ты умывальник медный, для того, чтобы такая чаша, для того, чтобы могли омываться в нем, и поставь его между жертвенником, и налей туда воду, значит, поставили медный какой-то такой сосуд, да, и будут омывать Аарон, его сыновья, из него руки и ноги. Когда они идут в этот шатер откровения, они должны обмыть водой руки и ноги, и не умрут. Или, когда они подходят к жертвеннику, чтобы там воскурять эти благовония, значит, они должны помыть и руки, и ноги, и не умрут. Второй раз написано. Это будет им установлением вечным, и на поколение, на поколение после них. И это удивительная вещь. Почему? Потому что устная тора говорит, что они должны были браться правой рукой за правую ногу, левой рукой за левую ногу, и в этом положении, каким-то образом, под струей, омывать руки и ноги. И если они это не сделают, то они умрут. То есть, сделаете так и не умрете, значит, если не сделаете, то умрете. Представляете? Вот многие говорят, какая несправедливость, почему только священники могут? Где же несправедливость? Они каждый день рискуют с жизнью. Если они нарушат хоть одну, одну часть служения, что-то сделают не так, значит, значит, они умрут вообще. Это же, это опасная работа. Это очень опасная была работа. То есть, любое продвижение к святости, этим объясняется очень сильно, почему бывает, что люди, которые начинают соблюдать заповеди, они не все становятся сразу богатыми, успешными, счастливыми. А наоборот часто бывает. Да, смотришь на там религиозного человека, но опять же, вот мы говорим, смотришь на религиозного человека. Откуда ты знаешь уровень его религиозности? Только по тому, как он одет. Но по одежде встречают, а по уму провожают. То есть, возможно, что этот религиозный, одетый как религиозный человек, он и не очень религиозный. То есть, мы не знаем, во-первых, уровень религиозности нельзя судить по внешнему виду. Это раз. Второе, что даже если он одет как религиозный, и даже если он ведет себя как религиозный, и даже если он очень сильно ведет себя как религиозный в каких-то сферах, а в каких-то у него пробои, Чем выше он поднимается в каких-то сферах религиозности, тем больше видны его пробои в других сферах. Поэтому часто бывает, что человек, который стал религиозным или был религиозным, и он в чем-то невероятный праведник, потом в другом оказывается, что у него какие-то сильные пробои. Эти пробои реально у него очень сильные. Была недавно история с одним религиозным деятельным, который делал очень много хороших вещей, он делал какие-то невероятные вещи. Потом оказалось, что одновременно он вступал в какие-то отношения, которые запрещенные Торой, половые отношения или не вступал, но его в этом обвиняли. И в итоге он от этого противоречия внутреннего между этими своими частями, потому что, с одной стороны, он был очень святой человек, которым все восхищались чем-то, а с другой стороны, оказалось, что он делал вещи совершенно не антирелигиозные в каких-то вещах. И он еще в конце закончил жизнь самоубийством. Представляете, это вообще страшно. То есть, это показывает, что у него была совершенно внутри страшная психологическая проблема, которая снаружи вообще не была видна никому. То есть, человек, который заканчивает жизнь самоубийством, у него должна быть такая психологическая проблема. Настолько он должен запутаться в своих мыслях, что у него единственный способ, что он сам же себя же убивает. Да, самоубийство это убить себя, то есть, настолько неприятие себя, ну вот. Поэтому, значит, священники, которые туда заходили, у них были невероятно жесткие регламенты и требования к тому, что можно делать. Если он не делал то, что должен был делать, то он мог умереть. Представляете, даже омовение рук и ног, это йогом надо было быть, чтобы руками взять себя, рукой правая за правую ногу, левая за левую и одновременно мыть. Дальше идет объяснение очень длительное и долгое, как сделать масло помазания для того, чтобы мазать мешкан. Все детали мешкана и детали одежды делали специальное масло. Тут состав его, какие-то растения, 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 потом их вымачивали, потом заливали этим маслом, и потом это масло впитало от этих растений что-то. Этим маслом смазывали вот эти все святые предметы, чтобы придать им большую святость. И потом идет состав смеси для воскурения на золотом жертвените, который был вот в этом вот не в святая святых, а рядом со святая святых в самом мешкане. И там была специальная такая смесь из разных-разных видов трав, которую очень мелко-мелко растирали, и потом ее там воскуряли. И опять же и про масло помазания, и про эту смесь написано так, что тот, кто будет ее использовать не по прямому назначению, или будет ее делать потом и так далее, то его душа искоренится из душ народа. То есть это то же самое, что давало святость, если это сделать правильно, если это сделать неправильно, это уничтожает человека. То есть настолько приближение к этому духовному миру, оно является достаточно опасным. Поэтому люди, которые начинают учить кабалу, магию, там какие-то, то есть они входят, это знаете как, человек, который входит в преступное сообщество, да, вот например, возьмем любого человека. И он приходит вдруг на такое заседание, там сходка какая-то, воровская сходка, да, там, ну все это самые блатные такие, да, собрались. И он заходит, он не знает правил, он не знает, что можно говорить, что нельзя говорить, что делать, что не делать. И он на этой сходке, он начинает вести себя так, как он ведет себя в обычной жизни, он может тут же попасть в какую-то такую неприятность, и не, то есть попадет в 100%. Это сравнение как бы из другой совершенно лявдель, да, это из другой сферы, сферы негативной. Но человек, который заходит в позитивный мир, в духовный мир, есть в Талмуде такая, прям в трактат Брахот рассказывается, что если бы глаз человека мог видеть все вот эти духовные миры, то человек бы тут же бы сошел бы с ума. То есть у него бы сразу. Это, кстати, происходит часто с людьми, которые принимают ЛСД, то они в какой-то момент, ЛСД, они могут, совершенно у них может вот эта система восприятия разрушиться. То есть они видят, им открываются какие-то вещи, вот это есть, которые принимают Аяхуяска, какие-то там галлюцинодены, и в какой-то момент он может просто снести систему восприятия себя и мира, просто ее снести. Начали это разрабатывать для того, чтобы лечить больных, сумасшедших. То есть если у человека, его система восприятия мира, она со сбоем, то надеялись, что если ее еще раз подсбоить, то может оно встанет на место. Знаете, как раньше били по телевизору, он плохо работает, вот бьют, вот заработал. Так также, но если человек нормальный, то ему эта система делает сбой, а потом не возвращается. Поэтому нельзя принимать галлюциногенные препараты. И здесь то же самое, тот, кто заходит в духовность, а там написано, если бы глаз видел, то человек бы сошел с ума. И дальше дается рецепт какой-то смеси, которая позволяет увидеть вот этот мир, духовный мир, мир демонов и так далее, ангелов. И один мудрец, он сделал эту смесь, там ее надо было помазать на глаз, вот так вот, он помазал на глаз и сошел с ума. То есть, мудрецы вас предупреждали, значит, они начали за него молиться, он выздоровел, в общем, интересная история. Значит, дальше рассказывается, как делать эти все воскурения, мы пропускаем. Почему мы пропускаем? Я это осознанно делаю. Потому что, когда читаешь, есть вот состав этой смеси, есть в молитве. И там в молитве, когда ты его читаешь, меня всегда пугала последняя строчка. А если кто-то нарушит и сделает неправильно, то он умрет. И я думаю, ведь мы же читаем, зачем мы читаем? Мы как будто бы это делаем. А если прочитаешь неправильно, тоже же, наверное, вред какой-то будет. Поэтому я даже не буду читать, что-то неправильно прочитаешь и все. И сказал дальше, вот мы переходим к заключению. Самое важное, то, что нас касается, то, что нас касается напрямую. В конце, после того, как Бог сказал, как сделать эти смеси воскурения, как сделать масло помазания, Он сказал Мошер Абейну, вот я тебе даю людей, которым я дам Святой Дух, которые это смогут тебе сделать, все внутри мастера. Вот они как раз и будут делать. И дальше Бог ему говорит, «Ваота, а теперь, да беральд не Исраэль, скажи сынам Израиля, говоря, но субботы мои соблюдайте, потому что знак это между мной и между вами на все поколения, чтобы знали, что я Бог, освящающий вас». То есть в конце Бог говорит, смотри, но вся вот эта ритуальная часть, она не отодвигает шаббат. Главное, то, что дает святость, главнее всего, главнее всех этих храмовых работ, светильников, главное – шаббат. Все. Шаббат – это то, что вас освящает. Ушмартэм – это шаббат, и сохраняйте шаббат. Кикодыш и лахэм – потому что свят он для вас. И тот, кто его будет осквернять, шаббат, мот юмат – умрет, умрет. То есть шаббат по строгости важнее, чем все, что было до этого. Тикол аосэ бомлаха – что каждый, кто делает в нем работу, искоренится душа эта из народа его, из народа Израиля. Шесть дней, и дальше очень интересная стоит формулировка такая. Ше шет ямим еасэ млаха – шесть дней будет делаться работа. Не ты будешь делать работу, а еасэ млаха. То есть млаха – это осознанная, законченная работа. Теперь, когда человек работает, ему все кажется, что он делает, делает, что-то там делает, а результата нет. Почему? Потому что результат, он делается только с Божьей помощью. Если ты, Бог говорит, шесть дней будет делаться твоя работа, а на седьмой день – шаббат, святой он для Бога. Каждый, кто делает работу в этот день, в день шаббатней, умрет, умрет. Все, вот это вот основа, основа всей святости, шаббат. В Ашамруб на Исраиле – это шаббат, и будут соблюдаться на Израиле шаббат, ля асот – это шаббат, ля дуретам бриталам, сделав шаббат на все поколения знаком союза вечного. И что интересно, смотрите, вот эта фраза, Муша Рабену записал это 3334 года назад. 3334 года назад записана эта фраза, и в этот шаббат, и в прошлый шаббат, и, дай Бог, в следующий шаббат, и в следующий, следующий шаббат. Эту фразу в утренний кедуш берут вот так вот стакан вина и произносят эту фразу. И сохранят сыны Израиля шаббат, делая шаббат на все поколения, знаком союза. Между мной и между снами Израиля. Знак это навсегда, что шесть дней делал Бог небеса и землю, а в седьмой день шаббат и отдыхал. Все, на этом заканчивается первый отрывок главы Китиса. То есть, еще раз тогда несколько слов про шаббат. Есть одна очень простая метафора, да. Во-первых, надо понять, что такое шаббат. Шаббат – это остановка всей производительной, осознанной деятельности по изменению мира. То есть, в шаббат не запрещено двигать шкаф по квартире. Двигай сколько хочешь. Это не меняет мир вообще. В шаббат, например, можно... Что можно в шаббат еще такое сделать тяжелое? Ну, там ты можешь сделать тысячу приседаний, и вообще ничего не изменится, да. Теперь... Но в шаббат нельзя, например, зажечь спичку. Почему? Ты меняешь структуру мира. То есть, ты зажег спичку – это ты создал новый огонь, да. В шаббат нельзя... Нельзя даже думать, например, про рабочие свои проекты. То есть, потому что ты как будто бы... То есть, это не рекомендовано. В принципе, это не запрет, потому что в мыслях, ну, что ты думаешь о работе, но лучше не думать. В шаббат нельзя перенести из дома в общественное пространство что-то в кармане, да, даже маленькую вещь. То есть, шаббат – это именно остановка мира. Теперь, а зачем делать эту остановку мира? Зачем делать остановку мира? Есть такая история, что жил один царь, который был император такой. У него были армии, которые захватывали разные другие страны. И он сталкивался с такой очень интересной закономерностью, что он посылает какого-то генерала захватывать какую-то страну. Генерал, значит, захватывает ту страну. Поворачивает армию и идет на императора. Приходится императору послать еще одну новую армию и этого генерала, значит, убивать. И так у него было несколько раз. И он увидел, что действительно, что думает генерал? Он думает, что он хозяин армии. Он думает, что он очень сильный победитель. И он забывает, кто хозяин армии настоящий и кто его послал на войну. И что сделал этот царь? Он сказал генералам, следующим всем генералам, что каждый седьмой день вы, независимо от того, что происходит, вы возвращаетесь в царский дворец с докладом, как обстановка. И тогда он каждый раз, генерал видел, он вспоминал каждый седьмой день, кто по-настоящему управляет армией, кто управляет миром, кто управляет всем. И как только генерал перестает приезжать на седьмой день, это значит, что генерал уже, он не подчиняется царю. Все. То же самое происходит с человеком. Если человек, он знает, что все от Бога. Если человек знает, что от Бога здоровье, от Бога благополучие, от Бога все, все в этом мире от Бога. И надо выполнять то, что Бог тебе сказал делать. То первым знаком является шаббат. Когда ты останавливаешься и посвящаешь шаббат Богу. Все. Это самая такая вот понятная метафора шаббата. В шаббат ты молишься, благодаришь Всевышнего и радуешься. Шаббат, он дан еще для того, чтобы каждый седьмой день получить радость от того, что ты делал в шесть дней. То есть одевается самая красивая одежда, покупается самая вкусная еда, собирается семья. И все сидят и празднуют. Поэтому если у тебя есть шаббат, то в принципе у тебя жизнь удалась. 52 дня в году ты сидишь за праздничным столом. Три раза нужно посидеть. Прям за шаббат. Я поэтому... Вот мне сейчас пишет приятель. Он говорит, да тебя уже не видел никто. Ну, собираются все там ребята из Киева. Это самое. Ну, тебя уже не видели там, я не знаю. Приедь. Давай встретимся. А я думаю, ну еще одна какая-то встреча, сидеть за столом. У меня только вот сейчас прошел шаббат. Три раза я сидел за столом, там выпивал, уже не могу ни кушать, ни есть, ни пить. Все, хочу работать, хочу ехать на работу. То есть когда ты действительно шаббат посвящаешь Всевышнему, у тебя настолько происходит перезагрузка всей системы. И ты по-настоящему каждую неделю включаешься в Всевышнего. Все, всем шаву а то, в хорошей неделе. Чтобы была у нас связь со Всевышним, чтобы шесть дней делалась работа, делалось здоровье, делалось все, что вам надо. А седьмой день посвящаем Всевышнему. Всем удачи, успехов. И, значит, чтобы было... Кому надо рифла шлама, полное выздоровление. Кому нужно, значит, благополучие. Кому нужно шлумбат. Кому все это нужно, как Бог сказал в псалмах. Царь Давид написал в псалмах, что открой свой рот, и я его наполню. То есть проси у Всевышнего, а он выполнит твои просьбы. Все, всем счастливо. Шаву а то, в хорошей неделе.